СВЕТЛЫЕ ГОСТИ Добрый день. Как занимается это служение? Помощи онкобольным детям? Чем именно? Мы посещаем две больницы города Киева, в которой дети болеют лейкемией или раковыми заболеваниями. И еще одна больница для детей-сирот, которые до трех лет, которые находятся без родителей, и они заболели, вот их везут в Киев больницу с определенных детдомов. И заключается в том, что мы ходим, рассказываем о Боге, это самое главное в нашей посещении таких детей и родителей их обязательно. И то, что мы доносим им свои какие-то истории из жизни, из жизни наших братьев и сестер, и самое главное, чтобы они приобрели спасение Бога и чтобы они прилепились к Богу. Вот это самое главное в нашей второстепенной уже цели, это материальная, социальная там помощь. Вы занимаетесь также и этим? Да, да, конечно, по возможности. А с чего началось ваше служение? Это произошло шесть лет тому назад, да? Началось с того, что команда уже посещала вот там несколько лет одну больницу онкологическую города Киева, и они немножко перешли в другую, скажем так, отрасль. И получилось так, что я приняла с удовольствием, скажем так, с командой это служение. Сначала у нас было мало, потом мы начали расти вот это с 2005 года. Вначале было очень тяжело. Ну, скажем, очень важко было. Я так понимаю, что это психологически очень сложно видеть. Да, да, это было тяжело понять, была неясная стратегия, вот лично для меня. А мне еще нужно было людям, которые под моей опекой, которая команда, им нужно было разнестать какие-то задачи, как дальше идти. И было очень непонятно то, как мы сойдемся с мамами, потому что онкоболезнь, раковая болезнь, это родители только за жизнь своего ребенка. То есть мы пришли, и что мы можем им принести? То есть такое какое-то недоверие было, можно так сказать, сначала. И еще был такой вопрос, как мы контакт найдем с детьми. Еще вот это важно было. Потому что дети разных возрастов. А вы помните ваш первый визит в больницу? Да, конечно. Расскажите. Отчетливо помню. Ну, мы пришли так, как я первый раз пришла, просто посмотреть. И так даже, честно говоря, физически стало не по себе, потому что унылые лица родителей, дети в тяжелом физическом состоянии, которых я увидела. Ну, онкоболезнь, это, скажем так, не красит человека. Это дети с лысыми головами, бледные, там, если кто-то принимает какие-то тяжелые лекарства, они очень распухшие, либо, наоборот, очень худенькие чересчур. Вот. Ну, как-то так мы помолились, и прошло каких-то полчаса, и я смотрю, что начали на контакт нам идти родители и дети. И как-то мы так разъединились. У нас было три человека, кто-то начал с детьми, кто-то начал с мамами. Ну, одна мама стояла, так недоверчиво смотрела. Ну, впоследствии, она, очень мы подружились потом, и начали, ну, дальше ходить и давать им такую помощь, вот, чтобы это была от Господа помощь, прежде всего, для них. Ну, да, вы рассказываете о Боге, а потом проводите какие-то общения или приглашаете в какую-то религиозную общину? Да, мы приглашаем к нам, вот, на субботнее служение, на шаббат, вот, к юрейскому мессианскому общину. Но бывает, что редко могут родители посещать, потому что они четко привязаны, вот, к ребенку своему, потому что очень тяжелое лечение, и других медики не пропускают, вот, других людей, неродственников не пропускают, вот, ну, присмотреть, например, за ребенком, чтобы родители там, или даже если ребенок чуть-чуть в нормальном состоянии, лучше вышел там из кризиса, скажем так. Ни, врачи не особенно советуют, не разрешают там посещать такие места, как бы, где много скоплений людей. Итак, я напомню нашим радиослушателям и нашим телезрителям, что в студии Лилия Аникеева, руководитель служения «Ликовод Надия». Это служение помощи онкобольным детям. Светлые гости на Светлом радио. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 То есть нужно люди, у которых есть машины, потому что или купить лекарства, подъехать срочно куда-то, либо у таких детей есть промежутки между блоками химиотерапии, есть такие выходные дни, скажем, они в основном все с регионов, их нужно хотя бы довезти до вокзала, потом обратно забрать, потому что в транспорте нежелательно им, конечно, ездить. Ну, если у них не получается, конечно, они ездят. Готовите домашнюю еду, потому что в больницах еда рассчитана только на детей. Дети эти лежат где-то от 8 месяцев, и бывает, до 5 лет лежат дети, с родителями, только с родителями, потому что присмотр за ними нужен. Готовить домашнюю еду. Что еще? Мы еще делаем разные акционные столики, делаем вот наше общение перед праздниками, вот так как мы еврейская община, перед еврейскими праздниками делаем акционные столики, чтобы люди могли приобрести себе какой-то подарок. Мы там сувенирчики, поделки там какие-то вот делаем, ставим, и вот продажа. Это тоже, это большой такой емкий труд. Это нужно все подготовить, организовать, стать как продавец, продать это все, посчитать, то есть деньги это все. И эти все вырученные деньги у нас идут на вот на лечение, либо на какую-то помощь таким детям. Что еще? Вы как руководитель такого служения? Как готовите служителей? Как вы их подбираете для себя? Подбираем. Ну, скажем так, что сразу четыре человека у нас сразу было, вот люди, с которыми я давно служила, которые, скажем так, не только как бы по службе, но и мои друзья, которые точно, ну, до сих пор они служат, посвященно, ответственно. И сейчас люди подходят, кто имеет желание служить. Он просто подходит к нам, и мы проводим какой-то короткий инструктаж. Вот человек идет, смотрит сам в больницу, потом он сам решает, может он или нет, потому что они все выдерживают психологически. Многие приходят, смотрят, говорят, ну, я не могу, у меня сердце разрывается смотреть на таких детей, давайте я лучше буду помогать там чем-то другим, там, например, готовить еду, например, к тужим и привозить. Вот. И вот достаточно за шесть лет у нас очень много, так, команда образовалась не только с нашей общины, но и с других церквей. Такая общая команда. Вам помогают. Напомню нашим радиослушателям, что в студии Лилия Аникеева, руководитель служения онкобольным детям Ликовод Надия. Верующим людям бывает присуща некая инфантильность в разных таких служениях, в большинстве, к сожалению. И это доказывает практика, что иногда возникает такое желание помогать, служить сейчас. Но проходит несколько месяцев, и все. У вас же значительное постоянство. Шесть лет вы этим занимаетесь. Возникало ли такое желание бросить служение? Нет. Вы всегда понимали, что вам это нужно? И детям это нужно, и вам это служение? Ну, здесь, конечно же, нельзя сказать, что я все время находилась в таком состоянии, что... Сейчас я вот скажу людям, что нужно очень сильно любить Бога. Да, нужно, но у нас разные бывают настроения в жизни. Ну, желание всегда у меня было, и это поддерживает, конечно же, молитва. Все время нужно молиться, каждый день молиться нужно об этом, ну, то, чтобы гореть к Богу. Вот, и когда мы горим Богу, и хотим что-то для Него сделать, это очень важно. И служение Богу, вот, я считаю, что то, что я служу в этом, ну, скажем так, не очень легком, да, но мне очень нравится. Это очень большая привилегия. Просто перед Богом, то, что я могу Ему так послужить, скажем так, это благодарность Богу за то, что... Какая-то хоть благодарность за то, что Он сделал для меня, за то, что Он меня спас, например, вот. И я могу это донести другим тоже, рассказать об этом. Вот. Терпение, конечно же, молитва. То есть нужно понимать, что любое служение, в данном случае ваше служение, это честь для человека, честь для служителя иметь такое служение. Конечно. Конечно, большая честь и привилегия, конечно же. Вы для себя получаете какие-то свидетельства, откровения, которые поддерживают Вас просто как верующего человека через это служение? Вы имеете в виду по служению, да? Ну, я прошу у Бога, чтобы была чёткая стратегия, что делать дальше, чтобы мы не остановились на одном и том же, и, скажем, там топтались на месте, и в планы Бога входит не только, например, этих три больницы, да, которые мы там посещаем. Планы Бога входит, чтобы как можно больше людей, тех же детей, больных и их родителей, израненных психологически, чтобы они узнали о Боге. То есть и стратегия входит тоже, чем больше будет у нас команда, вот, тем больше мы охватим там в Киеве, в области таких вот больниц, посещение таких вот больниц. Вот такая стратегия. И, конечно же, чтобы люди не просто нас слушали, чтобы они имели веру и любили Бога, приобретали спасение и обращались к Нему. Вот это самое главное. Я напоминаю нашим радиослушателям, что мы говорим о служении онкобольным детям. И в нашей студии Лилия Аникеева. Дорогие наши телезрители, дорогие радиослушатели, мы продолжаем наш разговор. Напомню, что в студии Лилия Аникеева, руководитель служения онкобольным детям Ликовод Надия. Если у вас возникают какие-то вопросы информационного характера, как присоединиться к этому служению, как стать его частью, и если вы на самом деле понимаете, что для вас это может быть честью, иметь такое призвание, помогать таким детям, помогать их родителям, нести Евангелие вот в такие больницы, то вы можете связаться с Лилией уже после нашей программы. Ну а сейчас вы имеете возможность задавать вопросы по самому служению. А у меня есть вопрос личного плана. Лилия, вы из верующей семьи или покаялись уже взрослой? Как это случилось? Со временем пришла к Богу, вот, к 11 лет. Что подтолкнуло вас? Подтолкнуло то, что я лежала в больнице достаточно очень часто, ну как это часто случается с людьми, которые приходят к Богу, которые ищут уже Бога. Вот, и надоело уже лежать в больнице, я как-то начала размышлять, что Господь есть, что Он помогает. И в детстве мне часто помогал, когда я просто просила, как ребенок. Вот, ну как-то на этом закончилось, когда я вышла с больницы, и пошла обыденная жизнь, суета. И как-то был момент, там пару дней из больницы, у меня были уши заложены, плохо слышала. И как-то я тоже на это не обращала внимания, та пройдет. И мне звонит моя родственница, и она меня уже давно приглашала вот в еврейскую общину, она где-то вот 3-4 месяца уже ходила туда. И позвонила мне и говорит, я приглашаю тебя на домашнюю группу, будет очень интересно, весело, тебе понравится, я же знаю тебя. Я говорю, ты знаешь, я подумаю, еще время есть до четверга. Я ложу трубку, у меня сразу открываются уши, сразу слух. Я сразу за эту трубку хватаю, говорю, Света, куда нужно идти? Вот, и вот как раз это был февраль 2000 года, и так все и началось, и все больше и больше мне нравилось находиться с Богом в еврейской общине. И вот до сего дня я такого же мнения. Что значит быть с Богом? Ну, кажется, все наши зрители и радиослушатели, которые совсем случайно включили передачу, думают, ну мы же все с Богом. Собственно, что это значит быть с Богом? Ходить с Богом? Ну, быть с Богом, это, наверное, радоваться каждому дню, благодарить Бога за то, что ты уже проснулся, за то, что у тебя вообще в жизни были родители, например, да, там, братья, сестры, что ты этому. Я, например, благодарна, что я не одна даже в семье была Господу, что у меня была сестра, старшая, которая мне помогала за то, что сейчас я живу достаточно, скажем так, небогато. Я благодарю Бога за то, что у меня есть, потому что многие не имеют того, что у меня есть, ну, такое то, что я имею. То, что есть дети, муж, родственники, есть община, есть братья и сестры, которые всегда помогают, я им могу чем-то помочь. Ну, конечно же, молитва еще важна очень. Вы читаете Библию? Обязательно каждый день, стараюсь каждый день, конечно. Когда вы читаете Библию, кто вам больше всего нравится? Какие библейские герои, кроме Иисуса? Возможно, у них есть жизненные истории, похожие с вашей? Ну, мне еще далеко, конечно, до этих всех героев, но мне нравится Давид, вот, его жизнь, да, как он проходил вот с Господом. Нравится Павел, то, что он, я детям очень часто, например, на мультиках даже показываю, что вот он, например, вел плохую жизнь, да, там, гнал всех верующих, а потом изменился, говорю, вот видите, надо меняться в жизни каждый день, вот, над собой усилия делать. Вот, такие вот герои. Многие места из Библии нравятся, вот, евреям, послание к евреям, вот. Я попрошу вас, Лилия, представить нашим телезрителям и радиослушателям, кто-то, возможно, настроился на телеканал СНЛ Украина, или же включил радиоприемник на нашу волну и слушает, но не знаком с Богом, с Божьими истинами. Хотя, возможно, считает себя верующим человеком, но не имеет каких-то глубоких познаний и ощущения, что живет с Богом. Хочу попросить вас помолиться молитвой покаяния, чтобы присоединились наши телезрители и радиослушатели. Хорошо. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за то, что я могу быть с Тобой. И прошу Тебя сейчас простить все мои грехи, которые я помню и которые я не помню. И я прошу Тебя, Господь, войди в мое сердце и стань моим Богом, стань моим отцом. Научи меня ходить Твоими путями и оставить все грехи свои. И я благодарю Тебя, что я могу называться Твоим сыном, Твоей дочерью и быть с Тобой всю жизнь. Спасибо Тебе, что Ты искренний, живой и всегда со мной. Я благодарю Тебя и славлю, дорогой Господь. Слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Тебя тепла всем людям, кто этого потребует. Если ты не в Киеве и Киевской области, слушай нас через спутник «Сириус-4» или через официальный сайт «Радио Эммануил». www.svitlo.org Твоя молитвенная и финансовая поддержка позволит светлой волне войти во многие дома, принести надежду и радость миллионам людей. Стань частью нашей радиокоманды.